Всем привет! С вами Анна. Сегодня мы снова будем учить фразовые глаголы из сериала «Теория Большого Взрыва». Если вы пропустили предыдущие ролики, то всегда можете вернуться и посмотреть их. Итак, что же происходит в третьем эпизоде? Леонард опечален тем, что у Пенни новый кавалер. Он тоже решает обзавестись подружкой и идет в лабораторию Клесли Уинкл. Фразовый глагол «to ask out» встречается чуть ли не в каждом эпизоде сериала. Означает он «приглашать кого-либо на свидание». То есть разговор в лаборатории выглядит следующим образом. Леонард говорит «Короче, я тут подумал о биосоциальном исследовании с нейрохимическим уклоном». Клесли удивляется «Подожди, так ты меня на свидание приглашаешь?» Давайте послушаем этот эпизод еще раз. Тема свиданий в этом эпизоде продолжается еще в одной сцене, когда Леонард и Шелдон говорят о Пенни. Снова звучит глагол «ask out» и диалог выглядит так. Шелдон говорит «Ты же не приглашал ее на свидание?» Леонард соглашается «Ты прав, не приглашал. Мне надо пригласить ее на свидание. Слушаем еще раз». Леонард приглашает таки Пенни на свидание, которая, кстати, думает, что на самом деле они вместе со всеми просто идут на ужин в кафе. В ожидании свидания Леонард начинает нервничать и паниковать, и даже подумывает о том, чтобы отменить встречу. Фразовый глагол «show up» переводится как «появляться», «приходить». То есть Леонард обеспокоен тем, что Пенни будет ждать друзей в кафе, даже если он сам не придет. Шелдон говорит «Я подумал, ты хочешь все отменить». Леонард отвечает «Я не могу, потому что даже если я не приду, она все равно будет ждать всех вас». Слушаем еще раз. Далее. Пенни и Леонард все же оказываются в кафе. При этом Пенни явно удивлена, что больше никто не пришел, и начинает что-то подозревать. В этой сцене присутствуют сразу два фразовых глагола. «Show up» – «появляться», «приходить», его мы уже с вами разобрали, и «hang out» – «проводить время», «тусить». То есть Леонард и Пенни говорят следующее. Пенни спрашивает «Так это должно было быть свидание?» Леонард отвечает «Это? Ну что ты? Конечно нет. Просто ты и я должны были затусить с друзьями, которые не явились из-за работы и колоноскопии». Смотрим и слушаем еще раз. Итак, давайте еще раз посмотрим на фразовые глаголы сегодняшнего эпизода. На сегодня все. Надеюсь, мой урок был полезным для вас. Пока-пока!